Прекрасно находиться здесь. Мы будем говорить о хирургическом вмешательстве в случае рака яичника, в случае первичного рака. И как же лечить пациентов в случае использовать хирургическое вмешательство и как провести отбор пациентов. Хирургия – это одна из областей медицины, которая сопряжена с большим количеством эмоционально насыщенных дебатов в рамках научного сообщества. И я хочу, чтобы вы понимали разницу между медицинским вмешательством и крупной хирургической операцией. Но, к сожалению, не видна презентация. Следующий слайд, пожалуйста. А когда мы принимаем решение в отношении решения, какие моменты необходимо учитывать? Медицинское вмешательство включает в себя хирургическое и нехирургическое вмешательство. Что мы уже знаем, и мы научились этому. Существует определенный интервал между хирургическим и терапевтическим вмешательством. Но мы не точно всегда знаем, насколько этот интервал должен быть длинным. Сколько? Например, 15 месяцев или меньше? То же самое необходимо сказать и о тех ресурсах, которые имеются в рамках того или иного медицинского учреждения. Я хочу показать вам вот этот весь алгоритм принятия решения. Как необходимо сбалансировать все основные факторы, которые влияют на принятие решения при лечении того или иного пациента. Следующий слайд, пожалуйста. Это график, который показывает, помогает вам принять решения во временном интервале и выборить всех терапевтических или хирургических модальностей, которые имеются в нашем распоряжении. Прежде всего, необходимо оценить симптоматику, которая имеется у пациентки. Какой пациентом мы работаем? Симптоматический или асимптоматическая пациентка? Необходимо правильно оценить состояние пациента для того, чтобы выбрать правильный метод лечения. Мы, прежде всего, думаем о первичном хирургическом вмешательстве. Какое лечение будет приниматься? Адювантная терапия или неадювантная терапия? Адювантная терапия с первичной циторедукцией или неадювантная терапия, как второй метод лечения, вариант выбора? Лечение, может быть, хирургическое вмешательство и химиотерапия. Существует три различных основных ключевых момента, как ключевые опоры в лечении. Следующее. Это модель, состоящая из трех основных частей, из трех опоров, когда мы оцениваем состояние пациентки и понимаем, какой метод лечения выбрать, особенно если мы говорим о лечении либо первичного рака яичника, либо рецидивирующего рака яичника. Это может быть циторедуктивная терапия, как сама по себе химиотерапия, и затем поддерживающая терапия. И все эти три момента, три опоры, они оказывают воздействие на общую выживаемость пациента. И доктора должны понимать, то лечение, которое они выбирают, имеет ли это смысл или нет в данном конкретном клиническом случае. И в течение нескольких минут я вам попробую обсудить с вами, какой метод лечения выбирать у пациенток, например, у пациенток с бракоположительным статусом. Следующий слайд, пожалуйста. Опять же, когда нужно принять решение в отношении хирургического лечения, в случае рецидива рака, какие же реалистические цели стоят перед нами, и мы можем выполнить их. Прежде всего, на что направлено будет наше лечение? Это на улучшение качества жизни, увеличение времени выживания до прогрессирования рака или увеличение общей выживаемости. Следующий слайд. Мы начинаем с палеотивного хирургического вмешательства. Палеотивная медицина в данном случае очень важна и играет, набирает все большую и большую роль. И в данном случае палеотивное хирургическое вмешательство преследует определенные цели. Это может быть или наложение колостомы, или это может быть стентирование. Мы понимаем, что палеотивная медицина может быть не единственным методом лечения, а частью всего терапевтического хирургического алгоритма. Да. Давайте посмотрим рецидив рака яичниства, вовлечением кишечника, толстого кишечника. Еще одна пациента. Лечение было проведено с наложением фистулы в области кишечника. 40-летняя женщина. И я выжидала определенное время после проведения терапии бевацизумабом. Следующий слайд. Мы видим здесь нарушение проходимости толстого кишечника. Возможно, в данном случае было сделано провести резекцию N-блок. В данном случае мы показываем тот препарат, который мы получили в результате N-блок-резекции. Это было резистентное заболевание. Вы видим фистулу, которая была наложена. Она находилась с задней стороны пузыря. Вы можете понимать, что иногда мы прибегаем просто к хирургии спасения, в случае, в частности, когда мы сталкиваемся с кишечной непроходимостью при рецидивах рака и наличии клинических признаков. Нам необходимо было достичь определенной стабильности пациентов и обеспечить выживаемость. Это был проведен ретроспективный анализ 87 пациентов. Это новый анализ, новое клиническое исследование, которое мы только недавно закончили. В случае развития такого серьезного осложнения, как нарушение проходимости толстого кишечки, пациенты наблюдались в период от 2013 до 2017 года с острой кишечной непроходимости. Была проведена операция спасения, как было сказано уже, N-блок-резекция. Время хирургического вмешательства 270 минут. Вот, мотальность, смертность, 30-дневная смертность 8%. Следующий слайд. А если происходит рецидив рака яичника, какие же другие хирургические вмешательства мы можем применять? Вы видите, здесь еще и пациенты с метастазами. И это также... Мы говорим, что здесь на самом деле всегда думаем о том, какие могут быть осложнения и где могут быть метастазы. То есть хирургическое вмешательство возможно. Но здесь всегда задается вопрос, кто этот пациент и что нужно применить в отношении этого конкретного пациента. Таким образом, на основе документов АСКО мы знаем, что очень многие люди считают, что мы имеем право выбрать тот или иной результат. Но я ученый прежде всего, я исследователь. И поэтому для меня очень важно получить данные различного рода исследований, прежде чем говорить о конкретных рекомендациях, прежде чем можно говорить о конкретных данных по выживаемости, в том числе. Следующий слайд. Так что, какие же пациенты могут выиграть в случае применения подобного рода хирургического вмешательства? Как выбрать этих пациентов перед проведением операции? Какие пациенты реально получат выигрыш? Таким образом, мы говорим о том, что меньше 500 мл, первичная резекция, неполная резекция является вариантом именно для этих пациентов. И если мы учитываем эти моменты перед проведением хирургического вмешательства, то у нас есть возможность получения полной резекции, достижения именно ее. Но, опять же, повторяюсь, здесь очень важен отбор кандидатов. Далее. Но есть, конечно, негативный такой счет AGO. И здесь предикторы совершенно иные, предикторы исхода иные. Каждая вторая женщина дает такие негативные показатели. И есть, таким образом, всего лишь определенное количество пациентов, которые выиграют в результате такого хирургического вмешательства и дадут высокий период проживаемости. Третья фаза, да, это, на самом деле, клинические испытания, которые проводились в этом году. Вы уже знаете о результатах именно этого исследования и этих работ. Да, вернемся сюда. Здесь AGO опять, да, у нас позитивный AGO, рецидив. И затем последующая комбинированная терапия, основанная на препаратах платины. И я очень рад, что наши пациенты сумели пройти именно эту процедуру. И надо сказать, что очень трудно было их мотивировать, потому что они хотели хирургического вмешательства. Поэтому очень важным вопросом является вопрос мотивации, потому что пациент сам выбирает, в конце концов, результат. Нужен результат. И результат был позитивный. Так, результат был совершенно прекрасный. На самом деле, я был удивлен. Видите здесь снижение уровня смертности. Видите здесь различные данные, результирующие. И вы видите, что они говорят о очень хороших общих результатах. Исходы, да, исход один. Да, выживаемость. Первое исследование подобного рода. Мы видите здесь повышение шансов. Мы видим, первичное хирургическое вмешательство повышает выживаемость. Но здесь мы видим и другие результаты, которые также дают нам хороший исход. И это очень важно видеть эти результаты. Хирургическое вмешательство в протяжении нескольких часов может дать такие результаты. Следующий слайд. Даже при анализе подгрупп мы видим следующее. Мы видим, что хирургическое вмешательство целено только на эту конкретную группу пациентов. Снижение объема опухоли не является целью в данной ситуации. Это очень важный момент. Мы не можем достичь полной резекции. Если мы не можем этого сделать, значит, мы, так сказать, отступаем и делаем только то, что является абсолютно необходимым. И я знаю, что проводится исследование, американское исследование, и там используются различные приемы, различные методы, даже при отборе пациентов. И базируется здесь, конечно, на решении доктора, на решении врача. Это хирургическое вмешательство и таргетная терапия. Вот те приемы, которые они используют. И очень большая группа пациентов из Азии. Эта популяция совсем другая, безусловно. Хотя пациенты, они хорошие, врачи очень хорошие, но надо помнить о том, что это иная популяция. И результаты могут быть несколько иными. Таким образом, это был вывод, сделанный на основе этого клинического исследования. Но мы знаем, что мы должны учитывать самые разные аспекты, различные факторы, и затем предлагать разные варианты. В том случае, если полная резекция возможна, достижима. Да, еще. Пожалуйста. Я в своем центре провожу хирургические операции. Постепенно, эволюционно. И всегда учитываю возможность пересмотра плана действий. Всегда стремлюсь к лучшему результату. Это не всегда возможно. Всегда задаю себе вопросы. Какова моя цель? Каков путь достижения этой цели? И для меня очень важно работать без обсуждения с пациентом различных медицинских аспектов. Всегда для меня при этом работа эта загадкой является. И еще раз, я хочу сказать, что мы очень рады будем видеть вас в этом году в Копенгагене и на будущий год. Чарити будет проводить конференцию в 2021 году. Дальше. И я буду рад пригласить вас. Вы увидите тогда операции, живые хирургические вмешательства. И я думаю, что это будет всем полезным. Спасибо. Спасибо.